Работа у спасателей кипит не только на территории сочинского филиала ЮРПСО, но и на скалах, и в реке. Все вполне реалистично. Только проводятся такие поисково-спасательные работы с участием условно пострадавших и на время. Команды одновременно проходят самые разные дистанции. Спасатели из Краснослободской сегодня работают в условиях ликвидации ЧС техногенного характера. По легенде, в результате землетрясения произошло обрушение здания. Спасателям необходимо деблокировать пострадавшего из автомобиля, проникнуть в коллектор, пропилить вход в задымленное помещение с крыши здания. С помощью альпинистского снаряжения эвакуировать живого пострадавшего, деблокировать пострадавших из-под завалов и оказать им первую помощь. На все про все. Четыре часа. Многим времени не хватает. Справляются лишь сильнейшие. В прошлом году ими оказались спасатели Краснодарского отряда. На четверку дистанции прошли сочинцы. У участников нынешнего пятиборья еще пять дней, чтобы проявить все те навыки, которые они отрабатывали целый год. Соревнования ежегодные, поэтому некоторые команды спасателей здесь не впервые приехали подтвердить звание лучших и самых опытных. Посоревноваться в пятиборе с коллегами на этот раз заявились семь команд южного регионального отряда. Это спасатели из Краснодара, Адыгей, Волгограда, Ейска, Туапсе, Крымска и Сочи. Все дистанции построены на основе того опыта, проведенных работ в течение 25 лет. Вот что работает в министерстве, что работает наш отряд. И все это необходимо спасателям для отработки технологий, получения навыков и выработки новых каких-то приемов проведения работы. Те дистанции, которые есть на соревнованиях, все это из жизни. В подобных ситуациях были спасены множество жизней. Помимо профессионального роста, такое мероприятие нацелено на сплочение спасателей Юга России, отмечает руководство ЮРПСО. И все же на первом месте в соревнованиях конкуренция и победителя судьи, кстати, все они сочинцы, объявят 18 июля. Что касается сочинцев, то в этом году они намерены взять реванш.